игорь добрый вечер добрый добрый вечер 23 февраля у себя в фейсбуке вы разместили такую фотографию заинтриговала замечательная фотография нет она вот это вот я и я вне другое это я понял да единственные фуражки поддерживаете какие-то отношения с службами вот вы можете мне рассказать кто эти люди конечно расскажите но во первых это мои сослуживцы и спорт рота я служил спортивном взводе ну это был спорт взвод даже не рота и вы специально это подстроили да вот вы вы перешли в плавание из плавания в пятиборе чтобы попасть в спорт роту да да тоже было вы прям вообще знаете секреты нет ну не все секреты да я ну к сожалению плавание я уже был таким несколько сбитым летчиком и мог не попасть в спорт роту пришлось бы служить где-то там а в спорт роте это круто да в спорт роте во первых круто во вторых ты поддерживаешь все-таки свою физическую форму ну и всегда пока человек который в спорте родился практически меня родители там в пять лет я родился напротив стадиона цска меня в пять лет за ручку перевели через дорогу и с тех пор я там жил на стадионе я перезанимался всеми видами спорта я нам от гимнастики до хоккея до прыжки в воду там ну во всеми пока не определился там с плаванием ходил на плавание вот потом вот всякие пятиборе многоборья все остальное ты у меня жизнь такая была потом цирк у меня вся жизнь как спортивная да и кино на самом деле недалеко от спорта шагнула в каждом фильме приду вот вы когда там в армии служили вам приходило в голову что вы когда-нибудь станете в голливуде снимать не конечно чем не о чем вот ваш опыт службы срочный он пригодился вот в работе вы же играете таких русских военных негодяев это ваше амплуа в основном нет ну во первых военный опыт он бесспорно конечно пригодился ты все-таки человек себя впитывает какие-то вещи через которые он проходит напряжение жизни а у меня не просто портрет то есть я там ну она была конечно по отношению к другой армии чуть-чуть похалявней в плане что нас не заставляли с утра до вечера маршировать там все мы тренировались вы вообще не было она была она совершенно такой легкой форме была но в основном это там тренировки и такая за более-менее свободная жизнь да какие-то у нас там бани были мы могли ходить футбол поигрывали периодически бегали на танцы в военный городок то есть я тренировал даже будучи в спорт роте с будучи старшиной спорт рота я тренировал девчонок в школе в местной военном городке там 9 и 10 классы по волейболу у меня папа был тренером по волейболу и у меня не было тренерских задаток но я неплохо играл волейбол и я тренировал ходил по вечерам девчонок то есть для меня это было устроились да я устроился я читал не помню уже где и не помню когда но я читал что в лас-вегасе вы когда работали то там девочки которые топлис выходили на сцену они там льдом соски как бы для того чтобы приводить в рабочую форму надо ли вам предложили просто одна девочка у нас чё зачем баночка со льдом когда можно руками у вас такая работа была была да некоторые еще платили за нее платили и в то время я думал ну что это вот я попал в какую-то сказку что вот это вот как говорят american dream такой да это был лас-вегас я работал в мюзикле причем был солистом этого мюзикла и действительно был такой какой-то период там был такой узкий проход совершенно где там 40 или 50 я не помню сколько топли с девчонок мимо меня лицом ко мне вот в этих таких вот накидках проходят вплотную и вот я вот здесь стою заряженный тоже сразу после них мой выход я играл роль самсона библейский персонаж такой полураздетый в шкурах большой сильные красивые не то что сейчас и и вот как то вот у них стояла баночка они все проходя мимо так вот готовились к сцене я не помню может это и я предложил на самом самом деле зачем вам лед но никто не отказался да нормальные горячие русские мужчины а вы такой непростой игорь я когда читал ваше интервью вот так вы своего коллегу джейсона уделали с которым снимались защитники ну то что у него харизма если так а потом раз такая фраза в конце рост это стоит мы совсем небольшого то есть это ведь так не добра не добра у вас у самого какой рост нет но у меня метр девяносто один до на минуточку но они вы не подумайте я ни на секунду не умаляю достоинства у меня меня куча друзей невысокого роста гениальные талантливые очень харизматичные все нет я ничего не имел ввиду плохого совершенно вы харизматичные ну вот по собственным я не знаю по собственным наверно потому что и ну я чувствую что люди от меня не шарахаются ко мне люди тянутся и я люблю общаться очень я люблю когда ко мне домой в дом приходят я сам порой там закупаю продукты там какой-то вина там хорошего развожу костер думаю дома ну там там все таки не на ленинградском проспекте а там дом лос-анджелесе давать я сейчас его тоже нет кстати говоря у меня был дом вон на каньоне на горе стоял красивый в каком каньоне лорал каньон такой это самый центр лос-анджелеса который пересекает лос-анджелес был на этом каньоне дома и ко мне все так как он мимо все проезжают то есть он соединяет там один район лос-анджелеса с другим этот каньон и все проезжая мимо заезжали ко мне просто заезжали у меня постоянно были какие-то тусовки все впрочем также как я и жил в лас-вегасе потому что я в лас-вегасе один из первых русских свое время там начал когда и все кто не приезжал все наши там начинающие музыканты или уже такие закренелые музыканты все кто так или иначе подал в америку они старались попасть в лас-вегас а попадая в лас-вегас они проходили через мой дом то есть вы имеете ввиду соотечественников все-таки до общались то есть там какой-то сложилось комьюнити до богем на и такой в лос-анджелесе я не скажу что это богем на и комьюнити это просто комьюнити если это актеры если я одну конечно я общаюсь в своем кругу там у нас тоже много кто там и наташа андрейченко и олег тактаров и мариус вайсберг замечательный режиссер и мы живем все вовсе эти сейчас по вы работаете сейчас я работаю с ним на фильме любовь большом городе продолжение снимали как раз в лас-вегасе это продолжение очень весело и здорово и повеселились там вы травму получили колено нет травму я как раз получил с остатком на защитники на этом фильме там у меня было если вы помните там такой сюжет драка в метро и вот прежде чем там я все отсняли у нас были репетиции я очень сильно повредил себя колено впоследствии это у меня это была какая-то каскадерская работа как это было ядерская да при нет никто не заставлял там как раз не заставляют в голливуде делать за тебя и и даже не приветствуется что ты сам что-то дальше сделать что они боятся что выйдешь из строя и дальше продолжать быть некому это надо уговаривать очень сильно чтобы сделать самому тот или иной трюк поэтому но мне хотелось всегда хочется когда чувствуешь все силы кит всегда хочет самому что я просто читал вы рассказывали как спилберг не разрешил вам какие-то каскадерские трюки делать сказать зачем не для этого я тебя брал у меня есть там человек это это клинист вот был от клинист мне запретил выпрыгивать из окошка на толстенный мат вот он запретил да ну и спилберг то же самое говорил когда у нас там с хэрисон фордом вот куча всевозможных драк там и это чревато какими-то там травмами возможно он тоже говорил ребята вы смотрите сами вот у вас каскадеры если вы не хотите то но всегда хочется же самому да потому что если сам это крупный план это ближе это ну и какая-то все-таки история была правда что харрисон форд вам что-то тоже повредил то ли челюсть то ли что-то вот у меня был была трещина челюсти но это естественно что это было случайно я всех бью да не ну случайно конечно за дело а вот можно разглядеть мне вашу звезду на правой руке вот это на самом деле это не оконченный роман скажем так это только это же не армейского периода это не армейского это совершенно недавнего периода и это принципе это начало большой сюжетной линии поэтому я пока не хочу даже ничего да рассказывать странно мне казалось что ну вот для нас ну для советских людей мы же рождены в ссср татуировки это все-таки вот не не кул это вот не модно татуировки это все-таки была такая прерогатива уголовника в большей степени они не богем они людей но сейчас сейчас да счастью все поменялось и другие у людей совершенно понятия татуировках это уже более как к этому это очень приветствуется это ну не то что приветствуется но это это часть арта какого-то тату салоны для звезд звездные или нет или каждый едва это звезды абсолютно нету никакой вот такой вот градации звезды делают вам там замечательно делают в любых тату салонах их полно по всему лос-анджелесу и они опасны там вообще контексте спида там и вообще всего прочего нет я надеюсь это не опасно потому что все достаточно стерильно все очень особенно в лос-анджелесе поверьте мне я верю вам я верю вам и я бы хотел бы вам поверить вот в каком аспекте вы говорите что к русским на самом деле отношения позитивные в калифорнии а вот у меня было ощущение что нет все таки нас там или побаиваются или недолюбливают но исходя из моего опыта и моих ощущений нет достаточно позитивная я вообще говорю не вы говорите про персональные отношения к вам а я не обязательно не обязательно и про нацию тоже ну скорее всего потому что во первых америка это вся нация она на приезжих на иммигранты там все мигранты и потом каждый второй практически если его копнуть у него славянские русские польские корни обязательно у каждого там прабабушка или про я уже устал это слышать со мной не знакомится если мы говорим говорили я прабабушка мой прадедушка там конечно все это поэтому они достаточно терпимо относятся вот к мигрантам и все я работал во всех странах мира практически во всех то что я в свое время работал в советском цирке ездил по гастролям мы ездили по миру и я очень много объездил ну из кино я очень много работал поэтому вот четко могу сказать совершенно сравнивая со всеми странами мира америка самая наиболее терпимая страна к иммигрантам ну а почему вот русские все время там играют каких-то либо недоумков либо либо негодяев то есть вот как как я это объяснял уже на самом деле ну объяснял во первых во первых самое главное в первую очередь ну слушайте у них есть свои герои это большая держава они очень грамотно раскручивают свое национальное свои национальные приоритеты понимаете и и если уже ставить кого-то врагом да в соотношении то конечно нужно брать какую-то большую державу какую-то сильную и берут китай возьмут россию ну слушайте китай ну не значит вот китай не так убедительно может не так уважают понимаете ну я я считаю этим только можно нам наоборот гордиться ну значит уважают значит а у вас какой статус вы у вас вид на жительство или рабочие визы как вот вы работаете в сша у меня гражданство а вот у вас уже гражданство да вы ваш первый брак был по моему фиктивный на меня сейчас гражданство лишат вы что да понятно сори это же был вопрос не было ответа значит первый брак вас был с американской гражданкой да да когда вы просто стали невозвращенцем не вернулись в сложность да нет но на самом деле там просто была там история чуть другая не то что там он такой фиг на насколько эффективный насколько нефиг просто когда ты находишься один совершенно в чужой стране и и пытаешься за что-то зацепиться а в то время на секундочку в то время так вы уточните для для зрителей ну там восемьдесят девятый девяностые то есть конец годы не было такого количества русских понимаете в нью-йорке там где-то на брайтон бич до 1 2 там волна эмиграции там ну в лос-анджелесе какие-то районы отдален в лас-вегасе вообще никого не было вообще а я попал в лас-вегас и я хотел именно в этом городе остаться то что бы после цирка я артисты этот город меня покорил мне показалось что это мировая столица шоу-бизнеса потому что ну где ты еще можешь увидеть просто в одно и то же время в каждом казино здесь фрэнк сенатора здесь майкл джексон здесь мадонна здесь rolling stones там еще что и каждую неделю это меняется кто-то еще ты за год можешь посмотреть вообще все ну а вот сейчас вы в лос-анджелесе живете вы какую часть время вы проводите в калифорнии какую в москве примерно так навскидку если мы сейчас равнозначно то есть пополам где-то в в америке есть какие-то клубы для русских куда вы ходите или это или это вот эмигрантская история это не про вас вы с параллельным нет вы знаете про меня я люблю я люблю в очень не русские рестораны очень люблю мне мне очень нравится я я был я в душе абсолютно такой совок я люблю русскую пищу я смотрю русское телевидение я смотрю русские русские телевидение смысле вот и из россии или местная русская телевидение из россии также но там же в нью-йорке есть вещание там есть везде и в лос-анджелесе но слушать сейчас в наш век уже цивилизация ты можешь просто с интернет смотреть все я не вижу что есть студия в нью-йорке русскоязычной где много наших бывших коллег работают есть арте в по-моему что-то что-то такое называется и я в лос-анджелесе с удовольствием хожу по русским местам и выходной день любите в ресторан романов послушать музыку русскую в том числе с удовольствием потому что вас узнают да нет ну что вы что думаете мне прям нужно чтобы меня узнавали почему нет почему нет это не но не не на этом этапе уже это когда-то когда вы слушайте это пройденный этап у всех есть такой период до когда ты снялся в каком-то фильме это начало твоей творческой карьеры и ты не понимаешь почему тебя еще никто не узнает и ты ждешь этого там от каких людей ну конечно потом это проходит и ты к этому привыкаешь и и вообще начинаешь уже осознавать как чуть по-другому иногда даже надоедает иногда просто но это все зависит опять же от проекта вот вышел сегодня проект тебя все узнают потом он раз чуть забывается вот я готов уже к тому что у тебя и никто вообще узнавать не вышла бригада продолжения в котором вы сыграли в общем такую достаточно небольшую но заметную роль вы довольны этим проектом и своей работой я доволен своей работой хорошо а проект в целом бы как оцениваете но вы знаете я не знаю как обценить проект в целом у меня есть свои претензии какие-то к этому проекту в плане как бы я может быть как продюсер там что-то сделал или как-то по-другому что-то сложил бы до в этих пазлах там но вообще слушайте я имею право там какие-то претензии к проекту в общем-то я бы по я прочитал я я история была для меня понятная она связана с америкой из россии то есть это в общем-то моя где-то в ком-то смысле история роль для меня тоже абсолютно понятно такой большой я и на самом деле я люблю эти роли я люблю военные роли я люблю каких-то играть или военных или фсбшников или каких-то там что ну мне нравится это играть и офицеров каких-то еще если кто-то это почему-то все время таких потому что мне реально нравится плохие роли мне тоже нравится я и комедию играю и не отказываюсь и с удовольствием там снимаю того же в айсберга у мариуса я снялся там и в первой во второй части любви большом городе и восемь первых свиданий замечательные маленькие какие-то точечные такие смешные харизматичные персонажи мне очень нравится и сейчас вот в продолжении тоже замечательное смешно я люблю посмеяться над собой все то есть но мне нравится то что мое разговаривали до эфира вы сказали что это отличительная особенность голливудской голливудских актеров под способность к самоиронии и способность посмеяться над собой что вы считаете что у наших актеров это в меньшей степени или нет вообще вот этого качества у нас в меньшей степени и у нас как то есть стереотип такой что вот если ты будешь над собой смеяться то так тебя и воспримут что ты вот как-то нельзя над собой смеяться у нас больше стереотипов на эту тему там нет там люди совершенно спокойно великий актер может совершенно то же самое сейчас доказывает мариус вайсберг пригласил шерин стон а нас вот в эту работу вода в этом она снилась в замечательной до небольшой роли очень смешно очень харизматично и ну она же не побоялась она же не капризничала ничего и она отдавалась прям вообще по полной программе так что а у вас вот нет такое ощущение если мы говорим про голливуд что чем крупнее там звезда тем меньше понтов конечно есть я это вы мою фразу украли нет это я собственное наблюдение абсолютно чем крупнее тем меньше понтов абсолютно так и есть а чем вы объясняете просто вот это отсутствие понтов наоборот помогает продвигаться по карьерной лестнице то есть или вот какое-то объяснение есть вот этому наблюдению у вас просто ну как-то они больше учатся от жизни мне кажется больше того что жизнь там она немножко более такая предсказуемая и понятная в плане если ты двигаешься по карьерной лестнице ты как-то уже все чуть-чуть становится понятно предсказуемо твои ходы у нас чуть-чуть в неизвестности шагаешь каждый день смотрите недавно и относительно я беседовал с вашим напарником по соловью хлобыстином тоже крупный очень харизматичный актер я считаю великий я считаю на полное отсутствие понтов у вани самая вообще сильнейшая харизматика просто он притягивает как вам было работать над соловьем с соловей я уже говорил что это один из моих любимых проектов потому что продюсеры и актеры снимающиеся создалась продюсеры первую очередь создали такую атмосферу ну и актеру радиусер хлобыстин уже и вани продюсера но у нас есть там люба калин калин калинская у нас есть гена меркулов алисов у нас много еще других продюсеров которые именно создавали вот эту атмосферу любви и счастья на съемочной площадке особенно любаша калинская что было неимоверно приятно работать и это чувствовали актеры и мы также все сблизились и также нам хотелось друг друга и когда нас ну в костроме закрыли грубо этом на месяц до в маленькой гостинице и и вот мы там живем там общаемся там вечером ужинаем там грубо выпиваем там утром едем а тут же на работу и на съемочный и вот было все так семейственно и и вкусно что я клянусь что в голливуде я никогда не заслаждался вот такой атмосфер как там разве не выпивают выбивают барбекю там не его вискарь нет 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 так вот так вот все нет там все так и разбежались после съемок нет такого нету ну и потом там более прохладно и так все как-то прогнозировано знаете все по полочкам здесь больше до такой душевности открытости какой-то все такое ну естественно если на проекте снимаешься какое-то долгое время как я там со спилбургом год почти что фильм все конечно за это время люди открываются и ты волей-неволей даже если у тебя есть какие-то внутренние понты да то они у тебя через месяц через два пропадают ты год работаешь человеком да ну ты уже его просто физически начинаешь воспринимать как какого-то близкого человека и открываться перед ним поэтому эту тут другое каждого на голливуд это такая пьющая история если мы в актерах говорим они о людях которые собственно кино делают выпивающие выпивающие но а у нас пьющие у нас пьющие вы удивили тем что вот вы на себя как бы примеряете роль продюсера то есть вы по-продюсерски отсматриваете те работы в которых участвуете это появилось со временем или с самого начала это у вас было когда вы только начали заниматься в кино вы прикидывали как бы вы это сделали если делали вы со временем со временем да это то есть это это со временем это когда ты работаешь и сначала ты естественно когда ты молодой актер ты хватаешься за все и делаешь не вне задумываясь ты просто счастлив тем что тебе дают ту или иную роли ты иди а потом начинаешь чуть-чуть уже выбирать а потом уже глубже задумываться а зачем тебе а почему а как бы ты сделал а что . поэтому вот в моем случае это со временем пришло у вас майка очень интересный там написано мы хотим пиво это кто хочет пиво и к чему вообще я не ношу вещи в качестве какой-то саморекламы или там рекламы чего не просто мне понравилось мальчик и хорошо тогда мы ни разу не пиво выпьем за то чтобы мы вас узнали не только как актера который мы восхищаемся весь мир восхищается но и как продюсера со временем мне почему-то кажется что у вас получится но я тоже надеюсь и вот сейчас я один проект готовлю и содружестве с некими моими друзьями продюсерами надеюсь я вас порадую ну и зрители я уверен что порадуете большое вам спасибо и вам спасибо да нет что-то мне мне это было просто интересно я за казенный счет удовлетворял свое любопытство меня мне очень интересно несколько наблюдений просто потрясающе возможно мы их уже озвучивали раньше но для меня это было очень интересно и джейсон это вы умыли умыли в этом интервью насчет расточка то это было сказано так конечно делали ну как по самому больному